Привет! Посмотрел эту трансляцию Палу и у меня прям подгорело. Один из ведущих, я, честно говоря, не сильно в них разбираюсь. Ну, я слушаю фоном трансляцию Палу и там, по-моему, иноземцу сказал, что вот с мульта бросить нельзя далеко, мульты не бросают, все это сказки. Там на 100 метров забросы сказки, все это фигня, так не бывает. Вот я все решил доказать единственным способом, которым я могу. Значит, по местности. Вот, бросаю на нашем местном пляже. Вот здесь ориентиры просто показываю. Вот здесь забор, деревья, противоположный берег. Вот я тут начертил полосу. Откуда я буду бросать? Ой, так, сквозь его. Вот полоса. Значит, измерять я буду расстояние по Яндекс.Картам. Ну, 100 метровый рулетки у меня нет, я таких даже в продаже не нашел. Вот, сейчас боковой ветер присутствует. Я думаю, в микрофон замечательно слышно колебания, флага тоже здесь. Ветер где-то метра 3-4, под 90 градусов все-таки боковой. Так, с Настей, чтобы не было вопросов. Так. Вот это Major Craft Triple Cross. 8,2 рост. 10,50 тест. Такой медиум-фаст у него строй, катушка. Это моя новая, уже вторая. Абу Гарсия. Рево СХ третьего поколения. Она на магнитах. Так, что еще сказать? А, грузик. А, леска так. Леска здесь. Шнур практически новый. Это дуэлловский шнур, двоечка. Вот. И грузик. Так, сейчас поймаем. Где он тут? Так, вот он грузик. Это единичка. Скажите, аэродинамическая форма. Ну, других грузиков у меня нет. Честно говоря, переводить свои чебурашки унцовые я не могу. Да, единичка это унция. 28 грамм. Переводить свои чебурашки постоянно я не могу. Потому что кто пробовал бросать, наверное, поймет, что если ты бросаешь на грунте приманку, ой, не приманку, а чебурашку, она падает и все, и тут же мнется. То есть у меня только разборные чебурашки остались. Она после первого уже приземления, ее потом просто не разобрать. Сынец сминается от удара. Если не разборную чебурашку брать, у меня таких уже не осталось. У них просто ушки гнутся и отрываются. Ну, в общем, я там каждые два заброса не готов приманку у менять. Не знаю, с какой попытки у меня получится. Вот сейчас будет первая попытка. Ну, что. Все, выставляю штатив и буду бросать. Так, ну все, пойдем смотреть одним кадром. Так, ну все, пойдем смотреть. Где грузик? Пока не вижу. Ага, вот он. Я надеюсь, видно, вот он. В грязи. Ну, это не сотка. Сейчас померяем расстояние по Яндексу. Ну вот, с первого же дубля. Хотите верить, хотите нет. 97 метров. Вот, по флагу видно, что еще боковой ветер присутствует. То есть, это совершенно не совсем благоприятная погода. Вот отсюда я бросал. Так. Вот линия. И туда вот я бросал. По Яндексу замерил. Я не знаю, что вам еще нужно. Какие доказательства. Если кто-то готов мне линейку 100 метровую купить. Или там рулетку какую-то. Ну, я не против. Я просто таких даже в продаже не нашел. Честно говоря, тратить деньги не хочу. Давайте еще разу попробуем бросить. У нас вторая попытка. Снова шнур выдуло вбок. То есть, бросал я вдоль воды четко. Соответственно, пойдем влево. Как доказательство того, что сейчас боковой ветер. Не самый сильный, не самый слабый. Обычный. Самый обычный на рыбалке. Не знаю. Похоже, что снова суточку прям я не выбросил. Но будем пробовать. Будем мерить. Шнурок. Ну, такую петлищу выдуло. Чтоб понимали, да. Вот расстояние до воды. Вот метров, наверное, 20 уже вбок ушел. О, пошел обратно. Петля выдувает серьезный. Ветер серьезный. Да, это там не этот. Это там боковой ветер все-таки. Хренотень. Это боковой ветер. Но, тем не менее. Все свои предыдущие забросы в дальние, которые я делал, это было в безветвенную погоду. Там получалось подальше бросить. Там и катушка более раскатанная. На этой вообще подшипники практически новые. Ну, я увидел, наверное, рилдс у меня, когда я ее купил. Совершенно новые подшипники. Слышно, как они звенят. Так, вот. Соответственно, грузик. Вот он. Вот я его чуть-чуть протащил. Вот это местопозявление. Все, показываю ориентиры. Вот дома. Детская площадка. Сейчас переключусь на запись экрана. И будут Яндекс.Карт мерить расстояние. Но, похоже, что то же самое, что и первая попытка. Там плюс-минус пара метров. Слушайте, я тут еще побросал несколько раз. Сейчас не буду даже вставлять эти забросы, потому что, ну, несколько оборотов я схватил. Потому что, ну, ветрища. Вот сейчас вроде потише-потише. Там 3-4 метра. На флаге нужно посмотреть. Надо 3-4 метра. Вот раз 5-6. Я уже подзамерз. Вот. Ну, в принципе, нужную дистанцию я выбил. Даже если там Яндекс где-то врет плюс-минус. Там 5 метров. Ну, я не знаю. Ну, там 95 метров. Это четко я выбросил. Два раза. Вот. Ну, думаю, что там в безветре, что я выброшу сотку. Думаю, что какие тут могут быть вопросы. Если будете спрашивать, почему там по Яндекс-картам у меня вода, а тут я стою на песке, так вот у нас воду спустили. Если внимательно посмотреть, да, то видите, вот граница. Я удочкой покажу. Вот это вот, это старый уровень воды, а сейчас воду подспустили. Соответственно, она вот здесь. Поэтому там на спутниковом снимке тут еще вода, а на самом деле тут сухо. Ну, вот, в принципе, все. Надеюсь, вопросов каких-то еще прям не будет. Я понимаю, что всегда останется какой-то неверующий Фома, которому линейку постили скажут. Ну, не линейку, а футбольное поле покажи там. Кстати, да, я пытался пойти на стадион, но в стадионе это заснять. Ну, там просто у нас круглые сутки занимаются всякие детские футбольные школы. Я прям с утра приезжал, днем приезжал, вечером приезжал. Всегда детские футбольные занятия, поэтому я там не могу бросить. Ну, вот, где нашел место, там бросаю. Ну, вот, а поводу неверующих. Ну, всегда найдется человек, который скажет, ой, да у тебя линейка неправильная, ой, да у тебя там то неправильно, вот тебе ветер в спину, ой, тебе то, чего. Ну, мне сейчас, наверное, насрать. Я считаю, что я все доказал. Ну, все, пока.